Здравствуйте! Вот вспоминая недавно озвученную идею властей Самары, ставить камеру видеонаблюдения в самых засероопасных местах города, ну то есть там, куда как мухи на... сами понимаете на что, слетаются граждане, строящие свой нехитрый бизнес на несанкционированные свалки мусора, вот хочу им стопроцентный вариантик предложить взять под особый контроль улицу Карла Маркса, территорию будущей магистрали Центральная от Алматинской Дракитовского шоссе. Напротив ТЭЦ. Вот слушайте, проезжая там, обратил внимание, как же ее капитально уже загадили. Причем очевидно, что множество куч мусора совсем свежие. Вот, например, там, где отвалы из земли старые, им по 2-3 года, уже трава растет, а тут нет свежачок. И следы от техники совсем тоже свежие на земле. Специально проехался от Алматинской Дракиты и могу заявить, Карла Маркса на этом протяжении засрана вся. Тут и бытовой, и строительный мусор. Вот, судя по кучам битого асфальта, щебня, видно, что, видимо, значительная часть мусора выясняется. Картина с ремонтируемых дорог. Нормально так. Одни дороги делают засирая образующимся мусором место для строительства другой дороги. И вот такая картина повсеместно. Где-то навалили уже под завязку кучи мусора, уже чуть ли не на Карла Маркса вываливаются, на самом въезде лежат. Где-то еще есть местечко на пустырях. Я насчитал с десяток въездов в зеленку. Причем люди, вот это делающее непотребство, настолько тупые или отмороженные, что валят мусор, даже не особо запариваясь на предмет скрытности и сокрытия своих действий. Первая свалка, ну, прямо на самом перекрестке Карла Маркса и Алматинки, в нескольких метрах от дороги. Вообще ничего. Вот не то, что не стесняются. Тут, наверное, этот вежливый термин уже и не уместен. Не боятся. Далее заезды есть прямо и напротив проходной. ТЭЦ. Контролировать порядок на этом месте важно не просто потому, что порядок сам по себе необходимо поддерживать на всей территории города, но и потому, что уже в ближайшем будущем именно тут развернется строительство магистрали центральная. А вот эти кучи мусора в этом смысле это что? Это лишние деньги, лишние усилия, лишнее время на вывоз всего этого мусора. Вот чтобы просто привести территорию стройки в порядок перед началом работ. Но очевидно же, что ни строители, ни власти не могут допустить, чтобы вот эти кучи просто вот как-то разровняли, сверху их присыпать грунтом, щебенкой, положить асфальт и типа все, дорога готова. Нельзя так. Вот ладно, строительный мусор и земля, да, их можно разровнять, с них особой беды не будет. Но вот кучи бытового и строительного мусора, которые потом сгниют, их обязательно вывозить надо. Ну потому как если их сейчас укатать в основание дороги, то через какое-то время они просто да, сгниют. Целостность грунта нарушится, образуются пустоты и как следствие дорога поплывет. Или трещинами пойдет, или вовсе проваливаться начнет раньше времени. И вот наблюдая все это и вспоминая программу, которую я еще в прошлом году делал, и еще раньше по этой тематике, вот знаете, вот как будто специально засирают сейчас мусором территории, отведенные именно под создание инфраструктуры чемпионату мира. Или прям непосредственно на площадке стадиона это было, или вот как тут, в зоне общего благоустройства, которое, ну, условно ограничено проспектом Кирова. Ну вот похоже, как с тех пустырей мусорщиков шуганули, они вот сюда и перебрались. И снова, как на грех, захламляют объект под застройку чемпионату мира. Ну вот как это так-то, а? Вот не замечая этого бардака сейчас, просто создаем себе кучу проблем и дополнительные работы на ближайшее будущее. Вот где логика? Ну, может быть, все-таки тогда реально стоит все-таки не только на словах, но и на деле ужесточать контроль за этой темой, ну и уже начинать чайнить по полной программе съехавших с катушек мусорщиков.